Вы знаете, это очень серьезный разговор, он, наверное, не праздничный, потому что я родился в тяжелейшее время для страны, для евреев в первую очередь, в 49-й год, когда все это было очень под таким кирпичом, и долгое время я не очень вообще понимал, кто я и что я. И когда сегодня не просто празднуются праздники, закрыв двери и так далее, тихо отмечая, сегодня, когда руководство страны может поздравить с праздником иудеев, это здорово и замечательно. Я, так сказать, когда-то, я всегда вспоминаю страшное время, когда я по телефону говорю с папой, я еврей во всех поколениях, папа, он еврей, он говорит, тихо, понимаешь, когда они говорили такое слово, экснострис, интеллигентные евреи, экснострис по латыни из наших, он экснострис, чтобы никто ничего не понял, или там, он из оперы Аиды, имеется, что он Аид, и так далее. Я просто говорю о том, что вот так было биняками, люди элементарно, и никогда не говорили евреи, говорили еврейской национальности. Как-то был такой удивительный момент, мой товарищ долго с какой-то бабулькой в электричке разговаривал, она прониклась и говорит, Миша, вы еврейчик, чтобы не обидеть. Он сказал, я евреюшка. Вот понимаете, вот это все, так сказать, остатки следы того, что было. И я очень хотел бы, так сказать, кстати, произошло один раз событие в школе, ну уже изрядно давно, когда, значит, девочка жаловалась, что мальчика обозвал ее еврейка. На что мудрость искала, ты скажи, а ты русский. Вот понимаете, вот в этом простейшем случае много что заложено, и столько анекдотов, которых огромном количестве. Но я просто хотел сказать, что, наверное, все это далеко ушло, и это здорово, мы можем совершенно спокойно говорить. Сегодня наш праздник, пусть завтра будет других праздник, я абсолютно не против, я порадуюсь за них тоже. Вот, собственно, что я хотел вам сказать. Субтитры создавал DimaTorzok